Главные спортивные итоги прошедшего года подвели на традиционные коллегии Министерства спорта Новосибирской области. Самым значимым событием года, естественно, стало принятие решения о проведении в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году и строительстве ледовой арены. Впрочем, развитие спортивной инфраструктуры региона сделало большой шаг вперед и по другим направлениям. Это большие объекты, значимые объекты. Это и центр подготовки спортивной гимнастики Евгения Подгорного, который действительно соответствует международному уровню. От Радного совсем недавно были соревнования и гордость переполняет за наш регион, что действительно соответствует современным международным требованиям и стандартам. Строится волейбольный центр, строится непосредственно центр фехтования. Отметили на коллегии и успехи спортсменов. По сравнению с 2017-м членство представителей Новосибирской области в национальных сборных увеличилось на 100 человек, до 519 спортсменов. Нашим атлетам удалось завоевать почти 1900 медалей различных соревнований. Наиболее успешными стали выступления пловца Даниила Маркова на юношеской олимпиаде, Софьи Позняковой на чемпионате мира по фехтованию, а также победа нашего борца Романа Власова на чемпионате Европы. Новосибирская область в 2018-м приняла сотни соревнований различного уровня. Встретила Кубок мира FIFA и огонь зимней универсиады, который уже в марте пройдет в Красноярске. Главные задачи на 2019-й – проведение в регионе центрального старта лыжни России, открытие центра олимпийской подготовки, а также спортивных школ по хоккею и шахматам.